Начали, окей. Я знаю, с реализацией плана раздела Палестины и последние годы британского мандата, которые сопровождались террором. Мы с вами поговорим в том числе и о внутренних противоречиях и конфликтах, которые были внутри еврейского лагеря на тот момент. И немножко, я надеюсь, успеем затронуть тему, все-таки показать немножко архитектуру Иерусалима того времени, чтобы не получилось, что мы говорим исключительно только о политике. Хотя, конечно, в основном у нас такая политическая составляющая наших встреч. Григорий, вам слово. Спасибо. Всем шалом. Я думаю, давайте мы начнем сегодня с такой самой безобидной темы. Это как вообще мировое сообщество пришло, собственно, к идее раздела Палестины и к идее интернационализации Иерусалима. Мне кажется, что это очень важно, потому что это дает нам хорошую аргументацию. Вот мне даже странно иногда, что Израиль не использует эту аргументацию, доказывая правоту своей позиции. Вот сейчас мы увидим. Я постараюсь так сравнительно быстро пройтись по этой истории. Значит, мы видели, что в предвоенные годы сначала был план раздела Палестины комиссии Пиля, потом появился план Белой книги Макдональда, где предполагалось сохранение единого государства и независимость там через 10 лет. Дальше началась война, все эти планы были похоронены. Известно, что у Черчилля появился еще один план, который держался в секрете до 1944 года. И англичане хотели его обнародовать только ближе к концу войны, но тут так получилось, что партия Черчилля проиграла на выборах. Пришел новый премьер, Этли. И, в общем, с этими планами тоже было покончено. Англия дальше пыталась еще выдвигать некоторые предложения, но примерно вот уже начиная с 1945 года, ситуация изменилась принципиально. Во-первых, просто Англия перестала быть великой державой. Она уже не могла ничего выдвигать всерьез без согласия США. Во-вторых, в Америке... Надо сказать, что Англия, наверное, больше всех была бескровлена Второй мировой войной, потеряв в итоге большую часть своих колоний. И в отличие от других держав-победителей, мы знаем, что Советский Союз в итоге захватит пол Европы, а Америка, в общем-то, станет мировым лидером. Британия действительно свое мировое влияние очень сильно потеряла в результате войны. Да, вот такая вот несправедливость. Второе изменение, что умер Рузвельт, который к сионистскому движению относился, в общем-то, без особых симпатий. Его больше интересовала арабская нефть. А Трумэн как раз-таки его многие считают другом сионистского движения. И он во многом стал проводить просионистскую политику, преодолевая даже сопротивление американского политического истеблишмента и в том числе американских дипломатов. Как мы сегодня это увидим. И одно из первых действий Трумэна было, это просьба к Англии, чтобы она приняла немедленно 100 тысяч евреев, уцелевших при Холокосте. 100 тысяч евреев из Европы. И, собственно говоря, вопрос о людях, которые выжили в катастрофе, а вскоре к этому прибавится еще и выходцы из арабских стран, те, кого оттуда депортируют, начнется депортация. Вопрос о том, как быть с этими людьми, он станет превалирующим. И превалирующим по сравнению с предыдущими идеями англичан, как и что там делить в Палестине. Что дальше? Дальше Англия оказывается уже с 1946 года в очень тяжелом положении, потому что у нее больше нет денег на содержание своих войск в Палестине. Усиливается террорное или партизанское движение, в котором теперь уже участвуют и Хагана, и Эцель, и Лихи, несмотря на все противоречия между собой. А дальше, когда у англичан начинаются проблемы еще и в Индии, то они просто уже отказываются от всех планов и просто говорят, мы вот через несколько месяцев уйдем и делайте, что хотите. И тут начинается очень сложная борьба на площадке Организации Объединенных Наций, борьба, в которой уже участвуют два лагеря, сформировавшихся после войны, то есть лагерь Западный и лагерь Советский. Ну, собственно говоря, в ООН образуется комиссия, которая исследует варианты будущего Палестины. Меньшинство этой комиссии предлагает создание федеративного государства. Все понимают, что это, конечно, нереально, и принимается план большинства постепенно, план о том, что будет создано еврейское государство в Палестине и отдельное государство палестинских арабов, то есть именно отдельное, а не входящее в Трансиорданию. А Иерусалим выделяется в особую зону. И вот тут по поводу этой особой зоны начинаются очень большие споры. Прежде всего, прошу прощения, кто на этом больше всего настаивал? На этом больше всего настаивали, конечно, западные христиане. Почему западные? Потому что Советский Союз, понятное дело, был атеистическим государством. И даже в советских дипломатических документах, которые были в 90-е годы опубликованы в открытом доступе, там слова «святые места» берутся в кавычки. То есть советская позиция с религиозными вещами никак не была связана. А вот на Западе – да. Очень жесткую позицию занял Ватикан, что только выделение Иерусалима в специальную единицу, так называемый корпус сепаратум. И Ватикан действовал не один, а через, собственно говоря, сообщество католических государств. И все были вынуждены считаться с этой силой. Потому что резолюцию ООН бойкотировали еще и арабские страны, и многие неарабские, мусульманские. И если бы они выступили единым фронтом с католическими государствами, то они бы могли заблокировать, вообще говоря, любую инициативу. Американцам приходилось считаться с мнением своих избирателей-католиков, которые тоже требовали интернационализации. Теперь посмотрим на вещи с точки зрения Советского Союза. Советский Союз начал симпатизировать сионистам, начиная с событий, о котором мы сегодня обязательно поговорим. Это взрыв в отеле «Кинг Дэвид», царь Давид, который устроил Эцель. И с этого момента, собственно говоря, у Сталина появилась идея, что сионисты и будущий Израиль могут стать силой, противостоящей, как это тогда называлось, британскому империализму. Отсюда поддержка. Поддержка идеи еврейского государства. Что касается Иерусалима. Ну, Советский Союз был просто вынужден поддержать идею выделения его в корпус сепаратом, потому что никакая другая резолюция просто не могла бы набрать большинство. Правда, там еще при создании вот этой комиссии ООН, русская аббревиатура UNSCOPE, United Nations Special Commission on Palestine. Даже были противоречия в вопросе представителей каких стран войдут в ее состав. Идея Советского Союза была, чтобы в нее вошли только представители стран, постоянных членов Совета безопасности, то есть большой пятерки. Но эта идея не прошла, и было решено включить в нее 11 стран, то есть представителей 11 стран, которые, ну, как было объявлено, они не имеют своих интересов в регионе. В результате получилось, что из советского лагеря там была Чехословакия, из независимых стран там была Югославия, остальные, в общем-то, представляли Западный блок. Вот. И эта комиссия, в конце концов, пришла к выводу, что действительно Иерусалим нужно выделить в отдельную зону. Пусть там будет Международный попечительский совет и будет губернатор. Здесь опять начались серьезные споры, потому что Англия хотела побольше полномочий губернатору. Американцы считали, что пусть будет лучше побольше полномочий у попечительского совета. Советский Союз больше всего боялся, чтобы не получил большую власть какой-нибудь губернатор-американец или англичанин. Поэтому здесь интересы Советского Союза и американцев совпали. И, в общем, так получилось, что вот просто вот такое совпадение векторов в данном случае привело к тому, что мировое сообщество проголосовало именно за идею выделения Иерусалима в особую территорию. Хотя нельзя сказать, что это было по каким-то принципиальным соображениям. Просто вот сложная дипломатическая игра к этому привела. Но дальше, вот о чем я хотел сказать, что ведь уже в 47-м году, уже после того, как была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН номер 181, вот эта самая резолюция о разделе Палестины, практически сразу начались военные действия. Еще Израиль не был провозглашен, начались военные действия, началась блокада Иерусалима арабскими силами. И ООН не сделала абсолютно ничего, ведь она как бы взяла на себя ответственность. Это ее ответственность хотя бы прекратить блокаду города, хотя бы что-то сделать, чтобы 100 тысяч евреев, живущих в Западном Иерусалиме, прежде всего, не стали жертвами голода, а такая угроза реально была, не стали жертвами постоянных обстрелов, бомбежек и так далее. Но ООН не сделала в этом плане ничего. И в конце концов, человек, назначенный губернатором или верховным комиссаром, он просто даже не доехал до Палестины, он остался в Каире. Вот. И, ну это вот так вот мы, можно сказать, немножко галоком пробежались. Я вот очень часто думаю, вот, Раф Ревен, как ваше мнение, почему Израиль, современный Израиль или прошлое израильские правительства, вообще говоря, не использовали в дебатах каких-то международных, вот такой дипломатический козырь, что просто сказать, что вообще говоря, господа, вы в свое время взяли на себя ответственность за этот город, и вы его бросили на произвол судьбы, вы струсили, вот, и теперь вы еще имеете на путь что-то от кого-то требовать. Вообще говоря, это интересно, действительно, Григорий. Я думаю, что можно говорить о том, что если англичане, как мы говорили, ввели себя достаточно непоследовательно, периодически наказывая то евреев, то арабов, и пытаясь как бы каким-то образом поддерживать некий баланс и некую иллюзию какой-то определенной стабильности, в итоге, как мы знаем, они вынуждены были под большим давлением Балестину покинуть и передать делово, но он, с моей точки зрения, вы правы, демонстрировал еще большую несостоятельность, намного большую несостоятельность, чем англичане, хотя бы по той простой причине, что эти люди, в отличие от англичан, вообще не находились на местах и очень смутно себе представляли ситуацию. И вот то, о чем вы говорили, что провозглашенный план раздела в итоге со стороны ООН не был реализован, действительно, такой довольно интересный и парадоксальный прецедент. Почему израильская дипломатия этот аргумент не использует, я думаю, что это вопрос не совсем ко мне, вряд ли я смогу дать на него ответ, но я думаю, что вообще говоря, израильская дипломатия сегодня есть такой популярный термин «сбара», когда мы пытаемся объяснить свою позицию по тем вопросам, мне кажется, она достаточно, в общем-то, на сегодняшний день еще слаба, и этим, конечно, нужно заниматься. Эту тему нужно исследовать, вполне возможно, израильские историки, которые серьезно эту тему могли бы исследовать, могли бы внести определенный вклад, в том числе, в развитие определенной дипломатической линии здесь. Да, согласен с вами абсолютно. Как мы сейчас поступим? У нас есть две темы, в общем-то, параллельные, и обе очень интересные. Одна тема – это отношение, точнее, динамика отношения сионистского движения к Иерусалиму, и, в частности, почему Временное правительство Бен-Гуриона согласилось на такой план ООН на создание Израиля без Иерусалима. И есть другая тема – это, собственно, взаимоотношения между течением Бен-Гуриона и ревизионистами. Прежде всего, Эцель, Бегином, тема Альтолены. Я думаю, что вторую тему мы немножко уже рассматривали. Мы рассмотрим сегодня ее немного еще в контексте раскола, который произошел после взрыва гостиницы Киндерри. Это, может быть, упоминем убийство Лорда Мойна, которое тоже сыграло определенную роль в развитии взаимоотношений, которое бы… это убийство было у нас в 44-м году в Каире. Но я бы все-таки начал, наверное, с отношения к Иерусалиму. Это такая довольно центральная тема. Мы с вами ее еще не затрагивали. И вот действительно, это очень интересно понять. Вы пишите в своей книге, что на первом этапе мандата и, в общем-то, до определенного времени сионисты, светские сионисты, мы говорим прежде всего, конечно, а сионистское движение в основном представляло собой, конечно, светский лагерь. Прежде всего, люди Агане – это люди, в общем-то, как мы знаем, которые составят потом левый политический лагерь Израиля, партии Мапай, Мапам. Конечно, в общем-то, мало интересовались Иерусалимом и мало интересовались его судьбой. И в итоге все-таки, вы пишите, произошли определенные изменения. Вот это интересно. Почему это произошло? Что послужило причиной? Смотрите, здесь получилась интересная вещь. Во-первых, собственно говоря, почему сначала левые сионисты действительно так немножко пренебрегали Иерусалимом? Ну, прежде всего, из-за своих ментальных различий с иерусалимскими ультрарелигиозными старожилами. Они не принимали друг друга и отталкивали друг друга. Вторая причина была эта халуцианская идея просто вот вообще избегания городов. Это вот желание такое романтическое, хорошее очень желание самим построить деревню, открыть там воду в пустыне, вырыть колодец, выцедить город-сад. Это там вот и в Иерусалиме этим людям просто было как-то душно. Это была не их атмосфера. Потом были еще экономические обстоятельства. Англичане, желая сохранить святые места, желая сохранить облик города, в общем-то препятствовали развитию в нем промышленности, кроме, так сказать, нескольких отраслей легкой промышленности. Это вело к тому, что город был непривлекателен в плане поисков работы. Еще одно обстоятельство, что хотя в самом Иерусалиме было еврейское большинство населения, но город был окружен цепью арабских деревень. С экономической точки зрения это означало, что трудно продавать производимые в городе товары. А с военной точки зрения это означало, что город очень легко блокировать. И вот приблизительно... Ну и тут, наверное, нужно добавить еще тот факт, что, в общем-то, религиозные и духовные факторы не играли такой существенной роли, по крайней мере, в 20-е годы, пока не поняли политического значения Иерусалима. И пока, в общем, я думаю, тут важно еще упомянуть, мы коснулись деятельности печально известного хаджа Минар-Хусейни, но мы можем вспомнить, например, также и то, что он в каком-то смысле повлиял косвенно на все низкое отношение к Иерусалиму, ведь он очень существенно поработал в направлении того, чтобы арабский национализм придал Иерусалиму некое очень весомое значение. Мы упомянули о том, что он построил знаменитую шикарную гостиницу Палас в рекордные сроки. Сейчас это, кстати, действующая гостиница Балдер-Пастория, шикарная гостиница с, в общем, восстановленным фасадом 29-го года, когда она была построена. Но мы не упомянули, что он нашел деньги на вот тот самый золотой купол мечети, так называемой мечети Амара, которую арабы, кстати, мусульмане называют Харам Аш-Шарит, то есть благородное святилище, которое находится на храмовой горе. И это, конечно, придало очень существенный статус его деятельности и, в общем-то, придало некий вес, вообще говоря, арабам, мусульманам в Иерусалиме. Я думаю, что это тоже сыграло определенную роль в отношении еврейского Ишува к Иерусалиму и понимании того, что все, в общем-то, центральные офисы основных еврейских организаций, которые были созданы в 30-е годы, должны находиться именно в Иерусалиме. Что вы думаете об этом? Я думаю, что вы абсолютно правы. Это, с одной стороны, был момент, который некоторых людей отпугивал. Я имею в виду активную деятельность муфтия. Людей отпугивало просто то, что Иерусалим казался им более опасным местом, чем некоторые другие районы страны. А с другой стороны, именно необходимость противостоять муфтию, противостоять арабскому национализму и тот факт, что Иерусалим просто стал столицей, там действительно разместились все руководящие сионистские учреждения, это, конечно, способствовало тому, что Ишув стал уделять городу больше внимания. И, кроме того, более сложным стал состав еврейского общества в Палестине. Последовала кольская алия, это уже так, можно сказать, мелкогуржуазно, если так по-марксистски говорить. Потом алия людей, которые спасались от наступающего нацизма. Ну и уж дальше, тем более, потом еще будет алия тех, кто спасся после катастрофы. Но даже до Второй мировой войны общество стало настолько неоднородным, что ему уже требовался какой-то национальный символ объединяющий. И вот тут как раз и Вейсман, и Бен-Гурион обращаются именно к Иерусалиму, как к символу. Но я хочу вот сейчас зачитать это выдержки из выступлений, выдержка из выступления Берла Кацнельсона на том самом обсуждении плана Пиля, плана раздела Палестины 1937 года. То есть это его доклад комиссии Пиля, по сути? Это его доклад на Сионистском конгрессе. А, на Сионистском конгрессе, окей. Да. И вот смотрите. Ну вот сначала, да, он говорит, это нелегкая тема для обсуждения. Я говорю здесь не о древнем и священном Иерусалиме, за святостью которого укрываются многие, а о простом Иерусалиме, светском и священном лишь для нас, чья святость заключается в труде и строительстве. Ну, это, так сказать, эта фраза, это уступка социалистической идеологии. Дальше он говорит совершенно правильные слова о том, как важно для страны, что еврейское государство с центром Иерусалима будет восприниматься как начало освобождения и о том, что нельзя потерять 71 тысячу в то время, в 37-м году. 71 тысяча евреев — это население Иерусалима. Но, смотрите. А на начало британского мандата, если не ошибаюсь, меньше 20 тысяч евреев жило в Иерусалиме. Я прав? Да. Да, вы правы. Я сейчас могу посмотрю еще раз. Вот. Я просто хотел эту мысль... Что говорит дальше Констанельсон? Иерусалим вне пределов еврейского государства таит в себе опасность разрушения для еврейского государства. Ведь город в этом случае не останется без хозяев. Он войдет в состав английского коридора и станет частью английского государства, которое возникнет в сердце Палестины. На его территории декларация Бальфора потеряет силу. В нем будет властвовать английский язык. Таким образом, ясна тенденция превращения Иерусалима в цитадель современных крестоносцев. Дальше. Внимание. Ну, это отсылка, в общем-то, к тому, что по плану комиссии Пиля... Как, собственно, и по плану раздела ООН. Иерусалим должен быть международным, но по плану комиссии Пиля предполагалось, что это будет британская зона. Да. Но смотрите еще его рассуждения. Иерусалим превратится в центр врагов еврейского государства, как среди евреев, так и среди неевреев, в центр ассимиляции и ренегатства. В нем сосредоточатся все те элементы, которые пренебрегают народом. Якобы еврейская аристократия, которая не захочет принять на себя государственную дисциплину и демократию. Это вот довольно-таки такой неожиданный поворот, правда? То есть тут речь о том, что некая пятая колонна внутри еврейского народа, возможно, он имеет виду, кстати говоря, религиозных антисионистов. Мы можем, кстати, вспомнить о очень существенных трениях. Но религиозные антисионисты существенную роль в происходящем уже в конце 30-х годов играть, конечно, не будут. Но мы упоминали первое политическое убийство в Палестине пару лекций назад, пару наших встреч назад от убийства Дегана. Я думаю, это отсылка в том числе и к этому. И, возможно, отсылка к каким-то определенным ренегатам внутри сионистского лагеря, к тем, кто, условно говоря, готов идти на какие-то излишних компромиссов, а, возможно, отказаться от идеи государства и удовлетвориться какой-то автономии. Да, конечно. Я думаю, что и о религиозном лагере речь, и о лагере, я не знаю, но ведь были же люди, вот даже один из романов Агнона посвящен, люди, которые выступали за федеративное государство с арабами. Да, например, мы можем вспомнить такого довольно яркого персонажа, Магнеса, который был, в общем-то, очень важной фигурой в созданном в период британского мандата еврейском университете. Кстати говоря, и Эйнштейн, который тоже, в общем-то, играл очень важную роль в создании еврейского университета, мы об этом упоминали, в общем, во многом поддерживал вот эту идею Магнеса о том, что, в общем, нужно стремиться к некому федеративному такому характеру. То есть автономия, возможно, под управлением англичан, возможно, создание какого-то такого двунационального государства. Там было много разных идей. И в том числе и Мартин Бубер, кстати говоря, тоже поддерживал эту же линию. Мартин Бубер, ну, мы наверняка в курсе, тоже сыграл достаточно важную роль в развитии еврейского университета в Иерусалиме. И, в общем, хотя его, в общем, считают, конечно, симпатизирующим движением сионистов, он занимал очень непопулярную в целом в Израиле такую излишне умиротворительную позицию в отношении арабов. Он считал, что можно обо всем договориться. И да, он действительно выступал за вот такой компромиссный вариант. Да. Ну и, наконец, появляется еще и военное соображение. Чем ближе подходило время к декларации независимости, тем яснее временное правительство во главе с Бен-Гурионом, собственно говоря, понимало, что в случае войны нельзя ограничиваться одной только обороной еврейских населенных пунктов, которых, кстати говоря, было немного. Я вот сейчас открою карту. Так, сейчас, одну минуту. Сначала сделаю демонстрацию экрана. Так, вот смотрите. Видно? Да, видно. Да, видно. Вот смотрите. Это 47-й год. Это карта вот из этой вот книги, которую я уже показывал, издание Открытого университета Израиля Авива Халамиш, автор «Иерусалим в период британского мандата». Вот смотрите, белые квадратики – это города с арабским населением, черные квадратики с еврейским и половинчатые со смешанным. И вот что у нас… То есть мы видим, что Хайфа, Яфа, Иерусалим, собственно, мы это знаем, действительно были городами со смешанным населением на тот момент. Да. Мы видим, собственно, два чисто еврейских – Тель-Авив и Петахтиква. А какого года эта карта? 47-й. Это 47-й год. Это 47-й. Вот. Но, правда, здесь только города. Здесь не учитываются сельские поселения. Есть карты и сельских поселений. Сейчас… Так, как мне лучше сделать, чтобы ее открыть, чтобы это было видно? Вот так. Если я сделаю… Видно сейчас новую карту? Нет. Нет, я думаю, ты должен закрыть эту и открыть новую. Да, нужно закрыть предыдущую. Ага, сейчас. Так, сейчас я закрою предыдущую. Здесь более подробно. Здесь, значит, вот легенда карты. Вот эти вот квадратики, они на самом деле красного цвета, вот такие. Это арабские города. То есть, Тверия здесь показана… Нет, Тверия по логике вещей… Мы знаем, что Тверию, когда был раздел, когда англичане уходили, отдали евреям, потому что там было большинство евреев, а вот как раз Цфат отдали арабам. Но Тверия здесь красного цвета, я ошибаюсь? Или это черный кружок? Такие очень понятные карты. Здесь их два рядышком. Видимо, город раньше населенный арабами, а вот чуть севернее черный кружочек. Это еврейский. Интересно, что на этой карте не видно Цфата, или он просто севернее? Он, наверное, севернее. Давайте посмотрим. Да, он есть. Вот он. Английский. Да. И в Цфате большинство действительно было арабов, как мы знаем. Да. А кружочки бесцветные – это… Как это здесь называется? Азарджи. Еврейские поселения, да? Сеттлименты. Черные кружочки – major Jewish settlements. То есть большие города, скажем так. Да. А это other. Типа Хадеры. А белые – это более такие сельскохозяйственные поселения с небольшой численностью населения. Да. И, собственно говоря, сейчас мы видим границы Ишуа. Получается, что самая южная точка Ишуа вот здесь. Даже северные Бейершевы. Это карта какого года, опять же? Это, опять же, 47-й. 47-й. Да, 47-й. И вот что получается, что… Вот Иерусалим здесь, Бетлехем, просто здесь не очень хорошо указано. Но вот что мы видим, что вот идет цепь таких небольших городочков, которая, по идее, должна соединять Иерусалим с прибрежной полосой. Вот. Но все, что вот здесь, это все густонаселенные арабские районы. Ибн-Гурион начинает понимать, что необходимо создать сеть коммуникаций. Что если Иерусалим не будет хорошо защищен, то это закроет и дорогу в Негев на случай нападения египтян, на случай войны с египтянами. И разрушит все коммуникации между вот этими вот тремя кусочками Ишуа, основными. Север, Тель-Авив, Иерусалим. И, кстати говоря, появляется дальше еще одно очень интересное соображение. Это уже 47-й год, уже принята резолюция 181, но Израиль еще не провозглашен. Начинаются военные действия, начинается осада Иерусалима. И первая неделя этой войны, в общем-то, не очень удачная, мягко говоря, не очень удачная для молодого еврейского государства именно в плане разблокирования Иерусалима. И тут выясняется, что мир на это, на все смотрит и делает выводы о жизнеспособности будущего еврейского государства, исходя, не исходя из того, что происходит в Галилее или в районе Тель-Авива, а именно исходя из того, что происходит около Иерусалима. И после неудачных попыток прорвать блокаду, представитель Соединенных Штатов при ООН заявляет, вопреки мнению Трумэна, он идет против мнения Трумэна и говорит откровенно, что создаваемое еврейское государство не жизнеспособно, вы же видите. И вот тут руководство Ишуа понимает, что дело серьезное. Государство еще не провозглашено, а декларация, а резолюция ООН, это вещь такая, ее и отозвать можно. То есть мы с вами говорим о периоде между принятием резолюции ООН, план раздела Палестина, она была принята, как мы знаем, 29 ноября 1947 года, и окончательным уходом англичан, и поспешным в пятницу провозглашением независимости. Было сделано это очень в ппх, потому что англичане, в принципе, согласно изначальному плану, могли оставаться в Палестине до сентября. Они в последний момент сообщили, что они уходят раньше, уже 14 мая они ушли. И в пятницу перед шабатом, чтобы не нарушать шабат, буквально в очень короткой церемонии в Тель-Авиве была в итоге принята декларация независимости. Это вообще отдельная очень интересная история о том, как в ппхх эта декларация была записана, и о спорах по поводу формулировки, например, в Америке нам трудно себе представить споры по поводу того, упоминать ли имя Бога в декларации независимости или нет. Но мы с вами помним, что Америка была основана религиозными людьми, отцы-основатели американской демократии верили в Библию и в Бога. В Израиле ситуация намного более сложная, большинство здесь у нас светские левые рабочие сионисты, и в итоге была принята компромиссная формулировка, как мы знаем, «цур-Исраиль», что буквально означает «твердыня Израиля». Реолен, спасибо вам большое. Вы помогаете все это хронологически правильно расставить, потому что мне хочется побольше рассказать, я перепрыгиваю через какие-то эпизоды, и только благодаря вам удается навести порядок. Сейчас я вот, я просто заканчивая свою предыдущую мысль, хочу сказать, что вот именно в этот момент, когда американский представитель при ООН заявил, что государство еврейское создаваемое нежизнеспособно, вот тут-то как раз Бен-Гурион приказывает бросить все силы Хаганы на Иерусалим и прорвать блокаду, и тогда они ее прорывают. Но мы знаем, что в итоге битва за Иерусалим действительно, в общем, будет достаточно трагической страницей вот этой войны за независимость. В итоге все-таки удастся, конечно, нам освободить западный Иерусалим, но очень большой трагедией станет, конечно же, сдача старого города, и мы знаем, что когда Абдулла Альталь, командующий силами Арабского легиона, увидит изможденных защитников старого города, и что у них практически не осталось боеприказов, и что там осталось порядка 40 взрослых жизнеспособных мужчин, которые еще в состоянии держать оружие, в основном женщины, дети, подростки, он будет просто в гневе. И в итоге мы знаем, что, к сожалению, наверное, у нас будет наша последняя встреча, в следующий раз, когда мы поговорим о уже годах разделенного Иерусалима, но мы знаем, что иорданцы разрушат практически все еврейские места в том, что было еврейским кварталом. Еврейский квартал 48 по 67 год практически будет огромным кладбищем, где будут, по воспоминаниям некоторых людей, которые посещали эту часть Иорданского Иерусалима, будет таким своего рода ghost town, таким городом-призраком, где развешивают арабы белье, где живут какие-то бездомные, и, ну, конечно, это страшная такая страница, и, к сожалению, ну, эти люди, те, кто сражались за старый город, окажутся в иорданском плену, и в итоге только после перемирия 49-го году на Родосе их смогут обменять на плененных иорданцев, и они вернутся в Израиль. Да, совершенно верно. В общем, здесь мы видим постоянную смену позиций. Значит, вот в 37-м году все наперебой заявляли, что ни в коем случае нельзя создавать еврейское государство без Иерусалима. Дальше, пока работала комиссия ООН, которая готовила, собственно говоря, резолюцию 181, Бен-Гурион встречался с участниками, с членами этой комиссии и проводил линию такую, что он не возражает против интернационализации старого города, святых мест, вот, но постоянно он им объяснял, что не надо путать святые места Иерусалима и город Иерусалим, что есть большой западный Иерусалим, где живет 100 тысяч евреев, и эта территория должна войти в состав Израиля. Но и в западном Иерусалиме, я хочу вам напомнить, проживало, в общем-то, немалое количество арабов, в основном это были зажиточные арабы, многие из них были арабы-христиане. Если мы, например, поедем сегодня по западному Иерусалиму по таким красивым районам, как Тальбия, который сегодняшний день имеет арабское название, мы можем увидеть там бывшие эти арабские особняки, и многие из этих арабов, в общем-то, под воздействием страха еврейского террора, и о еврейском терроре мы еще отдельно поговорим, когда достаточно многим из них было просто листовок от организации ЭЦЭЛ о том, что они должны покинуть Иерусалим, и часто этого уже хватало, в отличие от ситуации в Яфе, где взрывались бомбы, в районе Тальбия бомбы практически не взрывались, там было достаточно просто их немножко припугнуть, и большая часть этих богатых зажиточных арабов-христиан в итоге Иерусалим покинет. Да, вы совершенно правы. Сейчас был вопрос от Татьяны, собственно говоря, об альтернативных мнениях, о том, как реагировали творческие люди. Давайте тогда чуточку, я попробую сделать такой экскурс, может быть, немножко более политологический. А после этого мы с вами вернемся к теме, которую мы должны еще затронуть, теме взрыва гостинцы «Кинг Дэвид» и раздела раскола, который произошел в Сианинском лагере после этого, и еще немножко поговорить об архитектуре мандатного периода. Времени у нас не так много. Поэтому я постараюсь очень быстро. Собственно говоря, к моменту Второй мировой войны сформировалось в еврейском лагере, в Ишуве, четыре основных подхода вообще к тому, как соотнести. Вот смотрите, довольно необычная ситуация. С одной стороны, границы будущего еврейского государства совершенно непонятны. С другой стороны, существует Ишув, у которого есть вполне определенные границы. Вот мы сейчас смотрели карту, мы видели. Мы можем сказать, что у Ишува определенные границы есть. Как разрешить это противоречие? Одна позиция – это позиция, ведущая начало с Жаботинского, что нужно просто расширять территорию государства. Неважно, есть там еврейское население, нет еврейского населения. Как можно больше расширять, расширять, включая восточный берег Иордана. А что касается поселений и желающих там жить, со временем появится. Знаменитый лозунг ревизионистов был, конечно, «Штейгарот и Иордан, два берега Иордана». Мы это помним и напомним, что первый раздел состоялся, это на самом деле, когда по решению, в общем, тогда еще Черчилль был министром по делам колоний. В общем-то, это было его решение. Тогда, ну, нужно, однозначно, англичане были связаны своими обязательствами не только по отношению к сионистам, но и по отношению к арабам. И изданный тогда из Мекки, как мы помним, дом хашемитов, который поддержал арабское восстание, по отношению к ним были определенные обязательства, в итоге приняли решение англичане за наш счет, скажем так. В общем-то, это во многом шло вразрез со преамбулой мандата, что в мандате, который был в 22-м году Лигой наций выдан Великобритании на правление в Палестине, речь шла о том, что преамбуля мандата была четко записана. Декларация Барфра станет основой, то есть идея о том, что Британия подселектирует процесс, способствует процессу создания еврейского национального очага. Там я говорил четко, что это государство, но, по крайней мере, еврейского национального очага в Палестине. В итоге это было ограничено только западным берегом Иордана после того, как была создана Транс-Иордания, после того, как был создан отдельный мандат, то есть мандат был разделен, как мы знаем, на две части. То есть первый раздел Палестины состоялся уже тогда. Об этом, кстати, полезно вспомнить. Да. Кстати говоря, у партии Херут, которая образуется на основе Эцель во главе с Бегином, у нее еще несколько лет будет сохраняться эмблема в виде обоих берегов Иордана и человек с винтовкой. Значит, это первое направление. Второе направление, противоположное, что нужно всячески расширяться, расширять ИШУ, строить новое поселение, осваивать новые территории. А когда... И тут полезно отметить, что это была, в общем-то, позиция рабочей партии на тот момент. Мы можем также вспомнить, что поселение вдоль берега реки Ордан после войны 1967 года будет создано левыми. Мы можем вспомнить, что первые поселения в Негеве, которые послужили причиной, почему в итоге комиссия ООН примет решение отдать Негев, ведь мы помним, что по плану комиссии Пиля Негев входил в арабскую территорию. В итоге Негев будет Орданам, и это во многом будет результат активной очень деятельности Бен-Гуриона, который привело к созданию 11 поселений в Негеве в 40-е годы, как раз перед созданием государства. Совершенно верно. Но, когда закончилась Вторая мировая война, и когда зашла речь уже конкретно о создании государства Израиля, то стало понятно, что, конечно, ни первые, ни второй подходы полностью реализовать невозможно. Не удастся в чисто военном плане или дипломатическом добиться того, чтобы вся Палестина стала еврейским государством, и невозможно в то же время откладывать до бесконечности вопрос о создании государства. И точно так же невозможно расширять Ишу, сколько душе угодно. И стал вопрос такой, что нужно ли требовать, чтобы государство Израиль было создано точно по границам Ишуа, или все-таки можно согласиться на такую тяжелую потерю, как потеря Иерусалима, и, может быть, потеря еще каких-то городов. И здесь я сейчас беру на себя роль адвоката левых. Мне кажется, что Бен Горион все-таки правильно понял настроение большинства, потому что страна была заполонена репатриантами, в сущности, беженцами, которые вот только-только приехали из Европы, пережив катастрофу, пережив еще какие-то там депортации и так далее, остров Маврики, Мальта, там у этих людей было только одно желание, чтобы их здесь никто не трогал, чтобы здесь образовалось государство, которое будет принимать всех, всех, кому сейчас нужна родина. это было очень сильное такое общенародное желание. И я вот даже вспоминаю книгу, я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить автора. Действие происходит в Москве. Евреи, сионисты, арестованные при Сталине, вот они в местах лишения свободы, и им в руки попадает газета, что-нибудь так, 50-го года, 51-го года, обычная советская газета, разрешенная, где говорится, написано, новости из Израиля, в Хайфе произошли столкновения рабочих с полицией, и вот их реакция, какое счастье, послушайте, наша еврейская полиция бьет наших еврейских рабочих, ура, у нас есть свое государство. Ну, это известная расхожая фраза Бангуриона, которая, кстати говоря, в свое время приписывающая герцога о том, что в еврейском государстве должно быть все, включая от еврейских полицейских до еврейских проституток. Ну, это довольно известная такая расхожая фраза, которую приписывают разным людям. Недавно я видел Бангуриона, ее приписывают. Мне все-таки, Григорий, хотелось вернуться к очень важной теме. Проституток отменили, проституток законом отменили последний. Ну, окей. Вели цензуру. Я понял, Натан, спасибо. Мне все-таки хотелось затронуть, а время у нас подходит к концу, и мы должны дать время нашим слушателям на вопросы. У нас уже есть люди, которые подняли руку, они волнуются, спрашивают, когда им дадут слово. И мы обязательно вам дадим слово, обязательно у вас будет возможность выступить. Также те, кто с нами в чате, пишите, и те, кто с нами не на Zoom, а в Facebook, вы тоже можете писать прямо на Facebook. Я вижу, у нас смотрят, у нас есть live party сейчас на Facebook, так что всем привет и пожалуйста, мы будем рады услышать ваши вопросы и комментарии. Так вот, возвращаясь к теме террора, мы знаем, что в общем-то расхожее мнение, что во многом именно вот эта бескомпромиссная позиция, которую заняли, конечно же, Иргуна Лехи, но которую во многом, как мы увидим, поддерживал в том числе и Агана, Агана, которая периодически от этой позиции отходила, периодически даже сдавала правых, сдавала людей Иргуна, сдавала людей Лехи, ну в основном, это был конфликт с людьми Иргуна, в основном по политическим причинам, в том числе и потому, что Иргун, люди, в общем-то, ревизионистского склада, они представляли для Бангурена намного большую политическую опасность. Во всяком случае, мы видим, что по оценкам многих историков, в основном правых историков, без вот этого очень, скажем так, жесткой волны террора не было бы решения Великобритании о передаче дел в ООН, и я думаю, лично мое мнение, ну я не профессиональный историк, я не знаю, что вы об этом думаете, я думаю, в этом есть большая доля правды. Григорий, что вы скажете? Я тоже думаю, что в этом есть большая доля правды. Больше того, без взрыва в гостинице King David не было бы такой однозначной поддержки из Москвы при голосовании в ООН. То есть тут еще и политические факторы борьба с британским империализмом. Это, кстати, очень интересно. Говоря о борьбе с британским империализмом, парадоксальным образом, мне хотелось начать именно вот с этой фотографии, если вы позволите. У меня будет сейчас несколько фотографий. Мы поговорим о взрыве гостиницы King David, поговорим об убийстве лорда Муина в 1944 году. Но начать мне хотелось, как ни странно, вот с этой фотографии. Вы говорили сегодня о борьбе с британским империализмом. Вот вам, пожалуйста, напись. Тут не очень четко это видно, но здесь написано на еврите «Долой британский империализм». И надпись эта в Иерусалиме сфотографирована на секундочку в 2009 году. То есть краска вполне еще в пристойном состоянии. Это так называемая «Шхуната Бухарим». То есть это, в общем-то, один из старых кварталов Иерусалима, который заселен традиционными евреями. И тут важно понять, что многие из этих традиционных евреев, которых не принимали, левые, они смотрели на них сверху вниз, они считали их этиологически неподкованными, они считали их, так сказать, замшелами и так далее. И многие из этих людей вступили в организацию «Эцель и Лехи», где их принимали. И надо полагать, что надпись эта сделана вряд ли людьми лагеря Аганы, потому как в Иерусалиме было меньшинство, и уж точно в районе «Шхуната Бухарим» их практически не было. То есть вот эта борьба с империализмом, она, в общем, носила такой довольно широко распространенный характер на тот момент. Но мне хотелось вернуться все-таки к взаимоотношению вот этих трех организаций. Агана, нужно понимать, конечно, соотношение сил. По оценкам англичан, Агана уже в 47-м году имеет порядка 80 тысяч бойцов. Вы понимаете, о чем идет речь? 80 тысяч бойцов это после британской армии, вторая по силе и значению организация, военная организация на всем Ближнем Востоке. И Агане нет равных. Агана, во-первых, смогла воспользоваться тем, что были периоды сотрудничества очень эффективного с англичанами. И тут, мне думаю, стоит вспомнить, мы говорили с вами о еврейском легионе в Первую мировую войну, но ведь была создана еврейская бригада во Вторую мировую войну. И вот, кстати говоря, две очень известные фотографии, которые мне хотелось вам показать. Первая, это нашивка. Вы видите, здесь написано, сверху плохо видно на еврите, но чуть ниже Jewish Brigade Group. еврейская бригада воевала, она была создана в основном под давлением, которое оказал именно Черчилль, надо сказать, потому что многие британские администрации тогда считали, это 44-й год, это время, когда Лехи продолжает убивать британских солдат и нападать на британские учреждения в Палестине, несмотря на войну. И многие говорят о том, что мы даем оружие людям, которые сейчас будут воевать против нацистов, а потом обернут это оружие против нас. Но Черчилль считал, после того, как стало ясно о совершенно чудовищных преступлениях нацистов против евреев, что евреям нужно дать возможность, он так об этом и говорил, дать возможность отомстить. И действительно, евреи воевали в основном в итальянской кампании, начиная со второй половины 44-го года, кампания была очень сложной, она велась до самого конца войны. А вот это очень известная фотография как раз с итальянской кампанией, боец еврейской бригады со снарядом, на котором написано «Подарок Гитлеру». Но что дальше было с этими бойцами? Во-первых, они помогли незаконной, с точки зрения англичан, незаконной эмиграции в Палестину. Во-вторых, они принимали участие в поимке. Опять же, не забывайте, что они были в конце войны еще в британской военной форме. Они ее снимут только после того, как бригада будет расформирована. И они принимали участие, с точки зрения Британии, опять же, в незаконных действиях, но мы их прекрасно можем понять в поимке. На сегодняшний день есть разные оценки. Несколько сотен немецких солдат и офицеров, которые принимали участие в уничтожении евреев, были этими людьми пойманы и уничтожены. И после войны многие из тех, кто воевал в еврейской бригаде, действительно с оружием в руках, конечно же, приплут к Агане. То есть Агана, мы часто говорим о войне за независимость, как о, в общем-то, нападении многих арабских стран на достаточно беззащитный еврейский шух. Тут нужно отдать должное все-таки некой исторической справедливости. надо говорить о том, что еврейский шух не был столь беззащитным. Евреи к началу войны за независимость обладали уже достаточно большой силой, и Агана эту силу представляла. Эцель был намного меньшим по размерам организации, но, как мы знаем, более правого взгляда ревизионисты, и Эцель придерживался политики, что, несмотря на то, что нужно с оружием в руках воевать против англичан, во время войны Эцель против англичан не воевал. А вот Лехи, об этом мы говорили на нашей прошлой встрече, посчитал возможным даже заключить некий такой тактический союз с немцами, с фашистами во время войны против англичан, и продолжал воевать с англичанами даже во время войны. Но после войны, тут надо еще вспомнить, что в 44-м году руками Лехи был уничтожен человек, который, в общем-то, был ответственный за всю британскую политику на Ближнем Востоке. Это был очень нашумевший теракт убийства лорда Мойна. И оправдывая этот теракт, люди Лехи часто говорят о том, что лорд Мойн якобы говорил о том, что когда была возможность спасти венгерских евреев, он сказал некую такую фразу бросил фразу, зачем нам этот, где мы разместим этот миллион евреев в Палестине. У нас нет для них места. Но сегодня я хочу сказать, что большинство историков считает, что фраза, которая была услышана тогда в Египте, была сказана не лордом Мойном, была сказана каким-то намного менее значительным британским чиновником. И, вообще говоря, есть очень большие вопросы к достоверности этой истории, тем более, что лорд Мойн как раз-таки был сторонником раздела. И парадоксальным образом после убийства лорда Мойна следующий, кто будет назначен на эту должность, будет противником раздела. И на какое-то время план раздела будет похоронен. И вот это британская администрация Черчилля, которая, в общем-то, с определенной симпатией относилась к сионизму. Черчилль был в очень близких отношениях с лордом Мойном. Он не простит, конечно же, убийство лорда Мойна. И отношение к аксионистам будет, в общем, более жестким. Поэтому после войны, когда Этли будет вести свою кампанию, мы знаем, в итоге он придет к власти практически сразу с окончанием войны, либористы займут место консерваторов, были очень большие надежды на правление либористов. Они были связаны с тем, что были заявления Этли во время предвыборной кампании, что посмотрите на страдания евреев по всей Европе, нужно дать этим людям возможность поселиться в Палестине и так далее. Никаких облегчений не было. И более того, мы знаем, что были созданы всевозможные зоны внутри Иерусалима, такие полувоенные зоны, их было целых три уже в 1946 году. Сейчас я вам покажу, как они выглядели. И назвали в честь министра Бевена назвали Бевенград. Вот посмотрите, как выглядел центр Иерусалима в 1946 году. Колючая проволока, а русское подворье, где находились здания, в том числе, кстати, и тюрьмы, куда отправляли, мы знаем, там сейчас находится музей подпольщиков, куда отправляли так называемых террористов еврейских и арабских. И разные офисы британской администрации был очень хорошо охраняем. И вот так можно было, в общем-то, перемещаться по Иерусалиму, приходя вот в эти британские зоны, требовали специальные пропуска. И несмотря на это, мы знаем, это не остановило Иргун от теракта, например, в британском клубе и во время этого теракта было довольно большое количество убитых. Теракт был осуществлен буквально через месяц после взрыва гостиницы Кинг-Дэвид, и это в итоге и послужило уже, видимо, окончательным таким. Это было, как называют в английском, говорят о том, что это, видимо, было той самой соломинкой, которая сломала горбверблюда. И в итоге англичане отдадут дела в ООН, и у нас будет комиссия ООН заседать, а заседать она, кстати, будет, как мы уже говорили, в очень красивом здании YMCA, YMCA, который был построен британцами и строил здание YMCA, кстати говоря, тот же сам архитектор, который потом построит знаменитый Empire State Building в Нью-Йорке. Вот эта комиссия 1947 года заседает, UNSCOP ее называли, заседает в помещении, как наявите, его называют IMCA YMCA. Ну, а, конечно, самое нашумевшее и самое, наверное, скандальное из всех событий того времени это взрыв гостиницы King David, который, кстати, как и в 44-м году, в 44-м году мы знаем, начался так называемый сезон, сезон это выдача людьми Аганы людей Эцеля, несмотря на то, что Ториага была существована людьми Лехи, выдавали людей Эцеля, потому что конфликт идеологический в основной был между более крупными организациями, Лехи была организация достаточно мелкой и, в общем-то, надо отдать должное Минахаму Бегину главе организации Эцель, который отказался поднимать оружие на своих собратьях. Я хочу вспомнить еще одну пикантную деталь о том, что, в общем-то, после убийства лорда Мойна и когда начался вот этот сезон, началась вот эта выдача людьми Аганы людей Эцеля, в этом принимал участие, как показали архивы, в том числе и будущий мэр города Иерусалима Тедди Коллег, поэтому Тедди Коллег не мог быть такое отношение в правых кругах, как, в общем-то, к предателю и, наверное, небезоснователь. Ну, а я хотел вам показать еще несколько фотографий, очень известных фотографий взрыва гостиницы Кинг Дэвид. У нас с вами 46-й год и давайте посмотрим на то, как выглядела гостиница Кинг Дэвид. Почему именно гостиница Кинг Дэвид? Дело в том, что это, конечно, был такой флагман проект строительства очень крупной гостиницы, во многом параллельный проект гостиницы Палас для арабов. Это был еврейский проект, но в 30-е годы сначала гостиница функционировала успешно и мы даже знаем, что, в общем-то, она была таким символом Нового Иерусалима. Вот в этой замечательной книге «Иерусалим. История города» Мартин Гилберт пишет о том, что в 30-м году в новом городе было построено одно из самых знаменитых зданий Иерусалима гостиница «Царь Давид». Строительство финансировали два египетских еврея и работали архитекторы из Швейцарии над проектом. Ну, отделка интерьеров. До сегодняшнего дня можно войти в гостиницу «Кинг Дэвид» и насладиться ее удивительной красотой. Были выбраны разные стили, ассирийский для вестибюля, для холокетский, для ресторана пеникийский. То есть такая отсылка к Иерусалиму, городу очень древней истории. И вот здесь такая интересная цитата. «Огромные официанты из Судана, одеты в белые широкие шаровары и красные пески, бесшумно скользили по натертым воском мраморным полам, держа над головами изысканные подносы. На подносах стали чайники с чаем из Индии, Цейлона, всегда теплые, смазанные маслом тосты, экзотические джемы и накрахмаленные льняные салфетки». Эти элегантные времена прошли безвозвратно. Но мы знаем, что действительно гостиница «Кинг Дэвид» в итоге только часть ее останется гостиницей, а из-за финансовых трудностей в конце 30-х годов британская администрация займет южное крыло этой гостиницы, которая будет взорвана в итоге. И вот это южное крыло гостиницы «Кинг Дэвид» в «Зор» на 46-м году. Мы знаем, что был убит 91 человек. Это люди, которые работали на британскую администрацию, в том числе 19 евреев. Конечно, это был очень неоднозначный, очень неоднозначный, скажем так, очень неоднозначное действие. Взрыв был осуществлен людьми Ергуна. Они предупредили об этом по телефону. По словам Саоми Нахме Бегина, лорд Каннингем прекрасно знал о том, что происходит, и, в общем-то, Бегин обвинил Каннингем в том, что он не приказал эвакуироваться. Но ситуация неоднозначная, потому как мы знаем, что когда эта версия Бегина была опубликована еврейской газетой в Лондоне «Jewish Chronicle», лорд Каннингем подал на «Jewish Chronicle» в суд. Это очень интересная деталь. Вы знаете, что «Jewish Chronicle» выплатил тут же неустойку выплатил Каннингему и отказался судиться с ним. По версии англичан ситуация была несколько другой. Ну и на самом деле мы знаем, что терактов на тот момент было очень много. И звонок был сделан не в военную британскую администрацию, он не был сделан в офис англичан, который находился естественно в этом здании. Там находилась и гражданская, и военная администрация. Там же находился и центр размещенных вооруженных сил Британии в Иерусалиме, поэтому такой очень, конечно, знаковый, очень символичный был объект, самый подходящий, наверное, для подобной атаки. Но звонок был сделан просто на ресепшн гостинице, и таких звонков было на тот момент очень много. Правда, надо сказать, что находящийся неподалеке в французском консульстве на всякий случай, туда тоже позвонили, на всякий случай открыли окна, чтобы окна не были взорваны, чтобы, так сказать, не пострадала гостиница, не пострадало здание консульства. Но оценки этого теракта по сегодняшний день очень разные. И то, что произошло на тот момент, Агана и Эцель и Лехи, эти три организации сотрудничали после того, как был сезон и был период выдачи людьми Аганы и людей Эцеля. После войны был довольно короткий период сотрудничества. Вот, начиная с сентября 45-го года по лето 46-го время теракта в Кинг-Девиде было объединенное движение восставших. Это три организации Агана, Эцель и Лехи. И на тот момент было сделано довольно много операций. Разговор о том, что, в общем-то, Агана считала себя организацией, как бы не принимающей участие в терроре, это как бы не совсем верно, потому что, конечно же, атаки на британские объекты осуществлялись с людьми Аганы. Но после того, и, кстати, есть разная информация насчет того, был лично Бен-Гурион осведомлен о том, что будет вот эта атака на гостиницу Кинг-Девид под, так сказать, влиянием момента, видимо, политически. Причины для этого были Бен-Гурион и Агана очень резко, очень резко решили, так сказать, осудить этот теракт, и произошел раскол в движении, объединенном движении в восстании, и, опять же, у нас будет раскол между Аганой с одной стороны и людьми Эцель и Лехи с другой. Но, насколько действительно этот теракт произвел впечатление, можно говорить о том, что в британском парламенте очень подробно обсуждалась беспомощность англичан, и Черчилль призывал к тому, что мандату, видимо, нужно положить конец. И, в общем-то, многие выступали с подобными речами в британском парламенте. В итоге, действительно, наверное, можно сделать вывод подобный тому, который сделал Минахен Беген, что вот эта очень жесткая политика по отношению к англичанам после войны действительно привела к тому, что англичане в итоге передадут дела в ООН раньше, чем, видимо, они этого хотели. Ну, и мне хотелось еще вкратце, у нас с вами наше время заканчивается, мы скоро приступим к вопросам рассказать о архитектуре того периода. Мы немножко упоминали о том, что Иерусалим, в общем-то, все-таки из довольно провинциального города-захолустья Атаманской империи стал центром столицы. И столице, конечно, подобает соответствующее здание столичного плана. И несколько из них мы уже с вами видели, гостиница Палас, гостиница Киндевет. Мне бы хотелось показать вам еще несколько очень интересных архитектурных сооружений, которые были построены в тот момент. Я надеюсь, что я найду эти фотографии, почему-то я их сейчас не нахожу. А, вот эти фотографии, сейчас я продемонстрирую их вам, и они появятся у вас на экране. Итак, единственный на тот момент и первый в Иерусалиме футбольный стадион рядом со зданием, которое мы уже упоминали, зданием YMCA, зданием Имка. На церемонии открытия Имки YMCA присутствовал фельдмаршал Аллендей. Имка построена как некий памятник трех монотеистических религий христианства, иудаизма и ислама. Христианство при этом я упомянул первым, потому что с точки зрения англичан, они должны, и христианство должно играть некую центральную роль в этом. Тут, конечно, был еще момент миссионерства, и многие раввины и религиозные евреи в Иерусалиме недолюбливали все, что связано с этим комплексом, этим зданием, через спорт, через разные другие вещи, через, в общем-то, единственный на тот момент бассейн, который существовал в Иерусалиме в начале третих статах. Пытались евреи в том числе, так сказать, и духовно приблизить к христианству, и, в общем, конечно, некие попытки миссионерства здесь присутствовали. Поэтому это здание по сегодняшний день в еврейских религиозных кругах у него не самая хорошая репутация. Но оттуда прекрасная с крыши YMCA, прекрасная обзорная площадка, прекрасный вид на город, и вообще здание это в историческом плане очень интересно, тем более, что до строительства стадиона Тедди Коллег это был единственный стадион в Иерусалиме. А здесь мы видим матч между футбольными командами разных сборных полиции, британской полиции того времени. Ну, это мы здесь видим Иерусалим после окончания войны 9 мая, 8 мая 45-го года война, как мы знаем, закончилась и развесили британские флаги по всему Иерусалиму. Мы знаем, что на тот момент в Иерусалиме практически всюду раздавали алкоголь и была куча веселящихся, очень довольных со всех сторон, в том числе, конечно же, евреев. Понятно, что победа над нацизмом это была очень знаковым событием. Здесь мы видим вид на улицу Яфа и старое здание, построенное англичанами Мэрии. Сегодня у нас новое здание Мэрии, конечно же, на площади Сафра. Ну, это довольно известное сооружение, которое сыграет определенную роль в том числе и в войне 1967-го года. Здесь будет демилитаризованная зона после 1948-го года. И по сегодняшний день там находится ООН, а в 1930-е годы мы знаем, что здесь была администрация High Commissioner, то есть Верховного комиссара, Верховного комиссара Палестины. И это здание построено достаточно красиво, как мы видим, тоже здесь в архитектурном плане попытка передать, во-первых, Белый Иерусалимский камень, а во-вторых, попытка передать некие такие восточные соединения западных и восточных традиций. В общем-то, это присуще для стиля архитектуры британского мандата. Еще одно очень интересное здание, о котором стоило бы упомянуть, но сегодня у нас нет на это время, это здание Музея Рокпеллера, где была собрана великолепная на тот момент коллекция археологии Иерусалима. К сожалению, Музей Рокпеллера ждет не самая хорошая судьба после войны 1948-го года в разделенном Иерусалиме. Он окажется в Орданской части, где, в общем-то, коллекция придет во многом в упадок. Да и сегодня, так как это не самое спокойное место в Иерусалиме, многие экспонаты оттуда постепенно, сейчас он часть Музея Израиля, переходят в другие музеи, и, в общем, конечно, Музей Рокпеллера оказался не в самом хорошем положении, а это гостиница, это, прошу прощения, больница Адаса, и больница Адаса была открыта уже в не самое спокойное время, это уже практически за 9 дней до Белой книги, то есть 39-й год, буквально за несколько дней до трагических событий Белой книги, и на тот момент у нас арабский террор, на тот момент у нас очень неспокойно в Иерусалиме и в стране, и церемония открытия прошла не столь пышно, не столь ярко, но мы видим достаточно интересное в архитектурном плане здание, и, конечно же, очень важное сооружение в Иерусалиме. Больница Адаса, мы знаем, что сейчас это одно из ведущих медицинских учреждений Израиля, по сегодняшний день, и построена была на деньги американской сионистской организации, отсюда название Адаса, и, вообще говоря, надо сказать, что с этой больницей связано много очень интересных страниц, учитывая то, что вот этот небольшой комплекс будет обороняться бойцами армии обороны Израиля, и с 1948 по 1967 год здесь будет небольшой анклав внутри орданской территории, куда будут доставлять разрешение ООН, будут доставлять продовольствие, и уже без разрешения ООН в грузовиках с двойным дном, будут доставлять оружие, чтобы эти бойцы могли себя оборонять. Ну, вот, собственно, мои несколько слов, как говорят американцы, пять центов о периоде, который мы с вами закончили, периоде британского мандата, несколько слов о архитектуре, и о том, что англичане называли террором, а, конечно же, для нас это была, в общем-то, борьба за освобождение, которая, как мы знаем, действительно, в общем, оказалась очень успешной, и даже те, кто называют Иргун террористической организацией, очень часто приводят ее в качестве, так сказать, примера того, насколько эта организация действовала успешно, достаточно малыми силами им удалось, в общем-то, подчинить англичан своей политической воле, привести к тому, что англичане в итоге поднимут руки и уйдут из Палестин. Григорий, что вы хотите сказать в заключении, а мы, наверное, с вами перейдем к вопросу. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Я тоже думаю, что если бы не вот эти вот действия Эцель и Лихи, то борьба с англичанами могла бы продолжаться значительно дольше. И там действительно очень много очень неприятных моментов, моментов, которые сейчас не хочется вспоминать, связанные с тем, как бойцы Хаганы выдавали этих людей. И есть даже сейчас обвинения, я читал, что не только отдавали, но и хватали, и пытали. Вот выяснить истину во многих случаях довольно сложно. Да, вот у нас есть комментарии здесь от Виталия Сезона, не только выдача англичанам, но и сами пытали и убивали борцов. Да, это верно, Виталий. Это правда. Единственное, просто перед тем, как начнутся вопросы, я бы очень хотел одну мысль сказать, что вот, господа, наверное, мы все согласимся, что все-таки большинство русскоязычных евреев, русскоязычных израильтян, тех, кто симпатизирует Израилю, люди правых взглядов. И большинство из нас, скорее всего, не любят левых, левых израильтян, левых в Америке, левых в Европе. И отсюда часто возникает вот такое желание экстраполировать один исторический период на другой и показать, что... О, это очень важная тема, прекрасно. Да, и показать, что вот, смотрите, вот эти вот левые, они всегда были предателями, вот всегда, начиная еще из Бенгариона, из Вейцмана, и Машедаян, и прочее. Вот. А на самом деле все-таки нельзя считать, строго говоря, современных левых преемниками тех левых и современных правых преемниками тех правых. Вот. Я бы даже рискнул добавить и сказать, что если мы с вами так очень уж примитивненько, но попытаемся некую схематичную, так сказать, обрисовать то, что происходило тогда, наверное, можно говорить о том, что левые заняли более прагматические позиции, они готовы были идти на какие-то соглашения с англичанами, они готовы были периодически даже выдавать своих людей из серии, что цель оправдывает средства для того, чтобы демонстрировать какое-то политическое, дипломатическое согласие с англичанами, но во многом тоже прибегали к примерно тем же методам, что и правые, просто считали, что есть некие прагматические соображения. А правые были во многом идеалистами. Я бы сказал, наверное, так. Во всяком случае, уж люди точно были идеалистами. При этом, я думаю, что сегодняшняя, например, позиция права людей типа Бениамин Антоньяо перенимает опыт очень большого количества инструментов, которые взяты отлево, в том числе вот эта знаменитая идея о том, что нужно создавать факты на земле, квиятов дотбашетах, то есть заселять землю, как бы соглашаться, формально соглашаться на некий план раздела и так далее, но постепенно заселять землю и создавать ситуацию, при которой реальное создание палестинского государства станет невозможным. Это, как мы знаем, во многом политика Натоньяо в отношении заселения пояса Малея Думим и так далее. Да, я с вами абсолютно согласен. И, кстати говоря, когда мы говорим левое и правое, то сейчас мы это имеем в виду в контексте внешней политики. А если брать, скажем, экономическую программу партии Херут, то в ней было очень много левых пунктов. Это вовсе не была правая партия в том плане, как мы это обычно понимаем с экономической точки зрения. Она стала правой только тогда, когда в середине 50-х годов объединилась с либеральной партией. Ну, на этом, наверное... На этом мы, наверное, перейдем к вопросам. Я так понимаю, что у нас есть вопросы в чате. Давайте посмотрим, что нам написали. Ну, тут есть некоторые комментарии, на которые, наверное, сложно ответить, а вот именно вопросы. Руки полагают. не вижу, но это очень сомнительно. Руки не вижу, но слово дадут. Да, я думаю, сейчас те, у кого я желаю. Сейчас люди могут открыть микрофон и просто говорить. Вот Эмиль поднял руку. Виталий, у вас есть что-то? Я ничего не слышал. о арабской идеологии. В частности, идеологии джигада. Фактически, национальности у них играют очень такую неважную роль. У них братство в исламе. и когда касалось... Начиная с арабского восстания, и потом, и те, кто покрыли там золотом и так далее, это получается все, что были какие-то личные амбиции, у кого-то были какие-то свои интересы, значит, местнические и междоусобные. Но я считаю, что вопрос джигада, он фактически центральный по сегодняшний день. И, значит, не столько важна идеология левых и правых, сколько противостояние именно этой идеологии, потому что она разрушительная, и она не дает, так сказать, урегулировать вопросы все. это очень правильное замечание. Возможно, действительно, мы не коснулись этой темы, и, возможно, у нас будет, наверное, последняя встреча, где мы поговорим о разделенном Иерусалиме. И не только вы не коснулись, извините, не только вы не коснулись, а ее не касаются вообще ни правые, ни левые, значит, современные израильные руководители, и вообще никто. Я не слышал пока ни разу, чтобы кто-то понял этот вопрос, хотя я считаю, что идеология современного литературского жигада, она фактически фашистская, на самом деле. Вы знаете, можно поговорить, например, о такой фигуре, как Изадин Аль-Касам, который стал героем Хамаса, и который его деятельность и его, как бы, деятельность 30-х годов достаточно нашумевшая, широко известная, она просто не связана с Иерусалимом, но, наверное, мы можем немного об этом поговорить. Мы можем поговорить о том, что происходило в арабском национальном движении в годы Иорданского правления. Я думаю, мы можем поговорить в следующий раз о покушениях, об убийствах, которые были в Иорданском Иерусалиме. Это тоже очень интересное дело. И не только это. Не только это. Я хочу сказать, что Иерусалим Я думаю, мы этой темы коснемся умеем. Спасибо. Я думаю, что она играет центральную роль, центральную роль вообще в Иерусалиме. Именно то, что Иерусалим это есть этот центр, где эта борьба, так сказать, ее просто израильтяне почему-то все время не признают этого и считают, что надо... Я с вами согласен. Я думаю, мы вас поняли и мы, безусловно... Я хочу сказать, что начиная с 19 века и по 20 и по 21, хотя сейчас, как, казалось бы, идеология этого, я не знаю, насколько она, сказать, для крайних левых, она, сколько может быть, назваться, я тоже считаю, что она идеология, что именно идеология это характеризует столкновение и борьбу, и войны, и революции. Вот, начиная с 19, и даже раньше, с французской революции по сегодняшний день, это главная проблема человечества. Всеглобализация... Очень интересная точка зрения. Мы вас услышали, мы постараемся, безусловно, приятного внимания, поговорить о том, в следующий раз. И у нас есть еще вопросы. Пожалуйста. Да, Виталий Бабнабой, добрый день. Несколько вопросов и замечаний. Первое. Очень бы хотелось называть Эр-Эц-Исраэль, Эр-Эц-Исраэль, а не Палестина. Я понимаю, что исторически 30 лет или 100 лет назад называли Палестина, но сегодня называя Эр-Эц-Исраэль Палестиной, мы на самом деле работаем на антиеврейскую пропаганду. Второй пункт. Вы знаете, я не совсем с вами соглашусь, потому что, если придерживаться исторической справедливости, можно говорить о том, что как раз придавая Палестине еврейское содержание, а ведь 30-е годы палестинский филомонический оркестр состоял, как вы прекрасно понимаете, из евреев. Палестинская футбольная команда состояла из евреев. Как называлась газета Джерузеллэнпост на тот момент? Это был Тайлэст-Исраэль Палестинский футбольный. Палестинский футбольный. Поэтому, это как раз мне кажется, понимание того, что Палестина и все, что связано с Палестиной в годы британского мандата в основном имело отношение к евреям, мне, как раз сказать, достаточно просто и исторически верно. Это мое... Я прекрасно все это знаю и, вероятно, в каких-то очень специальных научных статьях такая терминология имеет право на жизнь. Но когда мы говорим о популярных вещах, когда мы говорим о газетах, когда мы говорим о журналистике, о наших лекциях и говорим это сегодня, сегодня вы не можете это изменить. Сегодня, называя Эр-Исс-Исраэль Палестиной, вы однозначно льете воду на мельницу антиеврейской пропаганды. Я так не считаю, но спасибо за вашу точку зрения. Я вас понял. Мне важно было его услышать. Спасибо. Я прекрасно понял. Я, как житель Израиля, как человек, который живет в Самарии, как один из тех, кто принимает активное участие и принимал активное участие в общественной и политической жизни Израиля. Я член Центра Ликуда. Я могу сказать, что это однозначно. Так же, как и само название поселенцы поселенцами. Я могу сказать, что я тоже член Ликуда уже много лет и здесь были выборы в Сеонидский конгресс. Мы участвовали в них и мы поддержали пракцию ЗОА, если вы знаете, это пракция Ликуда. Я знаю. Поэтому, я думаю, что вопрос не в этом. Вопрос, Виталий, как мне кажется, это вопрос разных подходов. Мы можем с вами не соглашаться в подходах, но я думаю, что глобально мы с вами примерно на той же самой стороне политического спектра. Поэтому, в любом случае, спасибо за ваши комментарии, за вашу оценку. И мы, безусловно, это учтем. Окей, следующий момент. Союз легкий с фашистами это левый навет. Не думаю, что стоит его повторять. По крайней мере, опять-таки, в лекции общества популярны. Я вам скажу так. Вы знаете, Виталий, я здесь с вами несколько не согласен. Я считаю, что не стоит замалчивать некую историческую правду, даже если она нам неудобна. Мы, например, не коснулись сегодня некоторых фактов, которые можно по-разному осветить, по-разному к ним подойти. Например, операция Леки. Операция, было достаточно много таких операций Леки. Или операция Эцеля. Это историческая неправда. Знаете, есть разные подходы к истории. И история, конечно, всегда оказывается в какой-то власти некой идеологизированности. Это, безусловно, так. Вопрос об исторической правде очень непростой. Вопрос о том, как подходить к истории очень непростой. И, мне кажется, вы с Григорием выбрали некую линию здесь, которая, в общем, старается показать разные подходы к происходившему. Вы с Григорием выбрали некую линию, которая, в общем, с моей точки зрения, в большой степени отразает левую точку зрения. Если вопрос спорный, а уж, как бы, я не могу с этим согласиться, но для меня союз Леки с фашистами это явный навет. Но, по крайней мере, можно говорить, что это вопрос спорный. Его не говорят. Но, знаете, Виталий, если вы посмотрите исторические исследования этой темы, тут, в общем-то, сомнений, на самом-то деле, практически ни у кого нет. Есть просто разные комментарии на эту тему. Я смотрел исторические исследования, я читал книги и про Дирьясин. И, кстати, всем, кто может читать на иврите, для того, чтобы понять, что происходило в Иерусалиме, я очень рекомендую книгу, написанную одним из бойцов Леки, который до сих пор жив, до сих пор читает лекции, выступает. Книга называется «Эль-Накам». Это очень интересно, очень поучительно. Во многих объясняет действительно, что и как происходило в Борисе. Друзья, Виталий, я очень благодарен вам, что вы эту тему подняли. Я считаю, у нас здесь наметилось некоторое несогласие, я считаю, это вполне нормально, но я объясню свою позицию. Дайте мне досказать. Вашу позицию, Руевен, мы слушали больше часа. Дайте мне досказать пару минут, не перебивая. Пожалуйста, следующий момент. Англичане не являлись какими-то там нейтральными людьми, которые время от времени действовали в интересах еврея, время от времени действовали в интересах арабов. Англичане в тот момент были нашими явными открытыми врагами. Они стали на сторону арабов однозначно. И одна из причин, почему Бен-Гуриону после получения оружия так и не удалось освободить Иудею Самарию, это было американское вмешательство. Происходили, в некоторых моментах происходили открытые бои между силами Израиля и англичанами. И англичане в какой-то момент, когда им показалось, что израильтяне берут вверх, просто заявили ультиматум, что они ведут свои боевые войска. Вообще, должен сказать, что англичан в Эра-Цесраэль был бойцов военных. Было около 100 тысяч человек. Взрослое население Эра-Цесраэль в это же время тоже было примерно 100 тысяч мужчин военного призывного возраста. То есть на каждого еврея в Эра-Цесраэль находилось по одному солдату. Очень рекомендую почитать книги, скажем, не лево аффилированные, а книги, скажем, тех людей, которые воевали в это время с оккупантами англичанами, посмотреть, как они убивали евреев, что они творили, взрывали. Виталий, спасибо за ваш комментарий. Он просто уже немножко выходит за рамки вопроса. А у нас есть еще у нас есть еще минуты, которые хотели бы задать вопрос. последнее. Давайте мы задаем вам еще минуту, если можно. Да, пожалуйста. Халутсим это не только кибуцники. Халутсим это те, кто были в Иерусалиме, те, кто были в том же квартале Бухарем и так далее. В Тель-Авиве, недаром Тель-Авив и Иерусалим были городами ревизионистами. По поводу ответа на вопрос Григория, почему Израиль в своей пропаганде не использует определенные доводы. Причина очень проста. Вернее, их две. Первая причина это то, что Министерство иностранных дел в своем составе это в основном левоориентированная публика, набранная Шимоном Пересом и его последователями. И этим людям как бы они занимают в общем-то анти-сионистскую или такую анти-поселенческую позицию. Для них это вопрос справедливости стоит следующим образом. В этом конфликте арабы они справедливы, на них стороне справедливость, а не на нашей стороне справедливость. Поэтому они не могут вести такую пропаганду. Второе, может быть и по сути это неправильно. Ссылаться сегодня на то, что понимаете, Иерусалим он наш, потому что нас обижали, нас не защитили и так далее, не работает. То, что работает, это одна простая вещь. Иерусалим наш, потому что он наш. Эра Цесреаль наша, потому что она наша. А остальные причины это уже, так сказать, можно дальше давать комментарии. Спасибо большое. Пожалуйста, у вас получилось немножко лекционно в таком формате. Я не буду вступать с вами в полемику. Я благодарен вам за, во-первых, за ваши знания, во-вторых, за высказанную вами точку зрения. И я думаю, что многие из наших слушателей эту точку зрения разделяют. у нас была идея и желание в общем не столько вступать в политические дискуссии, сколько показать, наверное, некую историческую составляющую и показать разные точки зрения и подходы к тому, что происходило в то время. В любом случае, у нас есть еще вопросов. Пожалуйста. Даниэль, мы тебя слушаем. Следующий Ефим Богомольный. У нас все по распорядку. Даниэль, ты говоришь? Прекрасно. Спасибо. Я хотел спросить, в начале XX века фотографию вокруг старого города Иерусалима. Практически все холмы были не заселены. Там вид, скажем, яда в шалом и то, что сегодня Силуаном стало. Там практически пустые холмы. Вопрос, когда начало расти заселение арабами территории вокруг Иерусалима и какое население количественно было еврейское и арабское на разные моменты принятия этих решений. На момент голосования в ООН, на момент провозглашения государства. Какой был расклад сил, так сказать, количественно в Иерусалиме? Григорий, есть у вас статистика. Вот те цифры, которые есть у меня из этой книги Мартина Гильберта об истории Иерусалима, что численность еврейского населения увеличилась примерно на 50 тысяч с начала мандата. То есть, условно говоря, с 20-21 года с момента гражданского уже правления англичан в Иерусалиме. А численность арабов примерно на 30-35 тысяч. В основном это были арабы, которые приехали, как мы уже говорили, экономическая миграция, то есть, условия в Иерусалиме позволяли, видимо, арабам найти работу. А более подробной информации о конкретных районах и времени к заселению арабами, ну, у меня такой информации нет, может быть, Григорий может что-то добавить? Одно секунду, вы назвали дельта в 50 тысяч или 35 тысяч разницу, но какое общее население было еврейское и сколько арабов было в Иерусалиме? Ну, вот я не нашел этих цифр в этой книге, я уверен, что они есть в свободном доступе, я не хочу сейчас просто, у меня не очень хорошая память на цифры, возможно, у Григория есть информация. Так вот, пожалуйста, я держу эту удобно вам? А, собственно, вы нам это демонстрировали, я сейчас вспомнил, и тут не видно года, не видно года, если можно немножко в сторону повернуть, так, чтобы было видно или просто зачитать нам. С какого года мы начнем? 1922. Давайте сначала мандата, где-то условно 20-21 по окончанию мандата в 1948 год. Так, 22-й, который мы с вами рассматривали. 22-й год в Иерусалиме евреи 34 тысячи, мусульмане 13 тысяч, христиане 14 тысяч, почти 15. 31-й год евреи 51 тысяча, мусульмане и христиане по 19. 44-й год 97 тысяч евреи, мусульмане и христиане по 30 тысяч. 97 тысяч евреев это 48-й год, да? 44-й. А, 44-й. 48-й ровно 100 тысяч евреи, ровно 100 тысяч, мусульмане 40 тысяч, христиане 25 тысяч. Спасибо. Это интересно. А на сегодня 700 тысяч считается внутри городской границы, да? Примерно. Но вообще нужно сказать, что за мандатный период численность еврейского населения Иерусалима выросла очень мало, если сравнивать с Толя-Вимом и Яфой, то есть просто в разы разница. У нас есть, я так понимаю, еще вопросы. Да, Ефим, я обещал дать слово Ефиму, мы обещаем, Ефим, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, минута, по внешнему вопросу, по внутреннему тут была дискуссия. Если можно погромче, вас очень плохо слышно, Ефим. Меня слышно? Да, да. Вас слышно? Да. Я с удивлением услышал, что Сталин был за создание Израиля. История говорит о другом. На самом деле СССР и его сателлиты были первыми, кто признал Израиль и проголосовал на том самом знаменитом заседании, когда был принят план раздела, собственно, без Советского Союза его сателлитов этот план во многом, наверное, не был бы принят. То знаменитое голосование 29 ноября 47-го года, мы знаем, что у СССР же было несколько голосов в ООН. Был голос Украины отдельный, я правильно помню, Григорий? Ваши голоса и знаменитые выступления Громыко. Но первым, все-таки, Израиль принял и сателлит. Не нужно перейдеть. Ефим, честно говоря, вы немножко пропадаете, и они очень четко вас слышат. в Союзе через месяц. Понимаете, то есть началось решение еврейского вопроса в Союзе. Буквально в пределах государства. Так что позиция Сталина была однозначно антисемитская. Понимаете, и так далее. А кто же спорит? Вы. То, что вы говорили, из ваших слов можно было понять, что Сталин был большим любителем еврейского народа. Объясняю, что Сталин действительно способствовал созданию еврейского государства. По своим политическим причинам, конечно. Да, но это нужно говорить, господа хорошие. Нужно объяснить, что будучи антисемитом, проводя антисемитскую политику в Советском Союзе, он по своим внешним политикам... Это не Жевкин Давида, а это была его политика, действительно, чтобы все приватизировать евреи у себя в Крыму и так далее. Но это отдельный вопрос. Короче, Сталин это был ведущий... Речь шла о создании, по сути, плацдарма социализма на Ближнем Востоке. Вот это главная идея. Чисто политический момент. Я не случайно привел вам фотографии, не случайно привел вам фотографии из Иерусалима, где речь шла о борьбе с британским империализмом. Вот это самая фотография, о борьбе с британским империализмом. И это, в общем-то, сетемент, который разделали тогда практически все. И действительно, речь шла о том, что опять же, соотношение сил. Не забывайте, что Аганна на тот момент диспропорционально больше правых, около 75 тысяч бойцов. То есть, речь идет о том, что, конечно, левые действительно, и помню, что все правительства израиля, вплоть до Бегина, до Минахова Бегина были левыми. Поэтому, конечно, речь шла о том, что, в принципе, если бы не позиция Бангариона, наверное, у таких радикальных социалистов, а мы знаем, что в Израиле, в кибуцах, после смерти Сталина, были, в некоторых, крайне левых кибуцах, были траурные церемонии. Мы знаем, что вы вешали красные флаги. Мы знаем, что еще в 70-е годы разъезжали по Израилю 1 мая машины с красными флагами. Так что, на самом деле, социалистические, даже коммунистические сентименты в Израиле были сильны. Поэтому, речь шла именно, конечно, с точки зрения Сталина, о создании плацдарма социализма на Ближнем Востоке. Реуэн, Агана не является левой организацией. Шомер и Саир были левыми. Агана была более-менее такая центристская организация под рука из Саня Сиба. Я согласен с вами, соглашусь, да, Мапай. Окей, да. У нас есть еще вопросы. У меня, честно говоря, одно небольшое личное замечание, если будет позволено. Не вдаваясь, как бы, да, я как бы к отонте. То есть, мало сведущий в том, что говорили. Идеологически, так сказать, передряги, да? Да, да. Идеологически, идеологически, мне близко позиция Виталия Волнобоя. И вообще, чем ближе мы подходим к современному Израилю, тем страсти накаляются. И понятно, что те, кто находятся как бы совсем внутри и на нашей как бы позиции, то понятно, что у нас более обостренное чувство. Но я хотела сказать другое. Как человек, который живет на расстоянии 20 минут от Иерусалима. Да, я живу в Малой Адумием. Вот я хочу сказать, что совершенно сейчас я говорю мнение, совершенно как бы даже не политическое, мнение человека, который живет рядом с Иерусалимом. Ситуация дикая и абсурдная. Почему? Объясняю. У меня отец похоронен на знаменитом еврейском кладбище. А раз этим, на Масличной горе. На Масличной горе. На Масличной горе. То есть совершенно как бы не важно, не важно под каким, кто руководит городом, кто мэр. Это было во времена правых, как сейчас было, например, да, когда баркат был. И то же самое было во времена, как бы, когда был ты, Николик. Сейчас даже еще хуже стало. Идея какая? Как только ты от еврейского университета поворачиваешь в сторону кладбища, никаких указателей. То есть попадаешь просто в арабский город. Никаких указателей. Ничего. При въезде тебя останавливают бойцы пограничной полиции. Магаф и говорит, я вам советую прямо не ехать. Лучше вот так вот объехать. Почему? Ну, сами знаете, у них сейчас там забрасывают камнями. Да. И я-то к чему говорю? Что на самом деле даже мне, даже мне, когда я слышу разговоры о том, что мы сейчас все за то, чтобы распространить суверенитет Израиля на Иудееву-Самарию, господа, в Иерусалиме полный бардак и балаган. Я уже не говорю о Шафате. То есть, условно говоря, давайте начнем с Иерусалима. Ну да, это просто как бы по общему умолчанию это просто город разделен на самом деле. Это реальная вещь. Он не разделен в том смысле, что армии, полиция могут туда входить. Теоретически можно проходить. Да? Ну вот практически город разделен. Согласен. Согласен. И ты мне сейчас напомнил еще эту ситуацию с Иерусалимским трамваем. Ведь тогда французская фирма потребовала, чтобы проект проходил в том числе и через арабские районы. Кстати, как мне кажется, идея была неплохой объединить в общем-то город. Но мы знаем, что в каком-то смысле, когда мы помним, некоторые станции были закрыты в результате погровов, которые арабы там учинили, станция Шуафат, например, и так далее. Мы видим, что этот проект, он в общем-то, он работает, но он работает, скажем так, с переменным успехом. Поэтому действительно есть серьезная проблема в Иерусалиме. Он работает, но они все время разбивают вагоны. Ты правильно говоришь. Он замечательно работает. Он работает с переменным успехом и по сегодняшний день действительно у нас ситуация, ну что говорите, я бытый с его экскурсоводом, я бытый с его экскурсоводом, выходя от Явских ворот и поворачивая на улицу, в сторону улицы Султан Сулейман и демонстрируя дорогу к музею Рокфейлера, я говорил людям о том, что вы практически сейчас оказались в другом городе. И это видно, и это видно, и к сожалению, действительно вот таких символов единства Иерусалима по сегодняшний день их немного. Абсолютно. Тут я абсолютно согласен с вами. Более того, еще один такой момент, что на самом деле это не симметрично, потому что я сейчас не говорю как бы ни с каких идеологий, я просто говорю с точки зрения жителя. Все, как это, кэньоны, да, супермаркеты, все большие торговые центры, они наводнены арабами. У нас самого в Малая Думим, у нас в Кэнне куча, может сейчас из-за короны меньше, куча арабов. Абсолютно. Мы не можем ходить никуда. Я видел специальное интервью, да, про жителей, которые, говорят, живут в районах, да, которые прилегают к арабским деревням, да, типа Пизгадзеева. Их просто обстреливают каждыми днями. Например, у нас Малая Думим, у нас Малая Думим, когда кончился, оказался учебный год в арабских школах, 24 часа шли бесконечная стрельба. Они стрельбляют зеку кима, типа фейерверков. Я скажу, Натан, я скажу даже более того. У меня родители живут в районе Пат, и там, как вы знаете, рядом практически соседние дома. Это арабская деревня, довольно большая арабская деревня, которая, кстати, была зеленой чертой, по сути, разделена. Она до 67-го года была частично на территории Израиля, частично на территории Ордании. Там довольно интересная ситуация. Но это западный Иерусалим. То есть Пат это западный Иерусалим. И арабы совершенно безнаказанно рано утром раздается этот голос Маудзина, Адхан, на очень большую громкость. И жители пытались что-то с этим сделать, но этот вопрос абсолютно не решается. Я все-таки хотел, Натан, мне хотелось все-таки чем-то позитивным. Я всегда стараюсь, что это позитивно закончить. Возможно, как человек, который сейчас видит эти вещи немножко издалека, знаете, как поэт сказал, лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Приезжая в Иерусалим, каждый раз я радуюсь тому, как Иерусалим отстраивается. И видя какие-то новые торговые центры, и видя какие-то новые здания, которые построены. Я все-таки считаю, что на самом деле мы должны ценить тот колоссальный дар, который у нас с вами есть сегодня. Государство Израиль, единый и неделимый Иерусалим, признание недавней администрации Трампа Иерусалима в качестве столицы Израиля и размещение там американского посольства. Нынешняя мир инициатива Трампа, которая дает нам возможность по сути Иерусалим не только де-факто, а де-юро провозгласить нашей столицей, которая будет признана миром в итоге. Разговор по поводу того, что будет в итоге у нас аннексия у Деи Самарии. Мне кажется, это все очень позитивные события. И нам, мне кажется, что люди верующие стоят, наверное, благодарить... Мы не можем делать аннексию. Аннексию ты делаешь, когда... Виталий, вы, если позволите, все-таки я как хозяин в данном случае хочу вас даже не перебить. Мне хотелось просто закончить на некой позитивной ноте, если вы позволите. Спасибо. И мне хотелось все-таки поблагодарить, во-первых, всех присутствующих, во-вторых, поблагодарить, в том числе и за тот спор, который сегодня у нас был. Это вполне легитимно и нормально. Я думаю, должны звучать разные мнения. Хотелось очень поблагодарить Григория за интересную информацию. И я думаю, что... Спасибо, Григорий, большое. Хотелось поблагодарить Натана за техническую поддержку. И, ну, время у нас уже, конечно, истекло, уже 2.50. И мне хотелось в итоге, наверное, сказать нам о том, что у нас еще впереди очень интересный разговор о разделенном Иерусалиме. И, может быть, мы подойдем немножко к разговору о том, что происходило после объединения, после войны 67-го года, шестидневной войны. И оставайтесь с нами. Всем большое-большое спасибо. И всем здоровья, хорошего настроения и до новых встреч.